20 октября в Молдове должны состояться президентские выборы. Согласно опросу общественного мнения от исследовательской компании «ИМАС», наибольшую поддержку имеет нынешний президент страны Майя Санду. После поражения Игоря Додона на выборах 2020 года, Кремль сделал ставку на олигарха Илона Шора. Но после того, как Молдавский суд объявил его в международный розыск за финансовые махинации и запретил его партию, политик сбежал в Россию. Там он, заручившись поддержкой других пророссийских молдавских сил, презентовал блок «Победа». Но, как отмечают эксперты, ни он, ни кандидат от блока Василий Боля не имеют поддержки в Молдове. Сам по себе Василий Боля, он не является фигурой с достаточным рейтингом для того, чтобы претендовать на какой-то более-менее заметный результат. Поэтому я его шансы оценю как очень невысокий. Да, конечно, будут брошены громадные деньги. Да, будет активирована вся сеть Шора. Это несколько партий, которые будут за него агитировать, за Василия Болью. Но я не думаю, что это даст ему какой-то шанс на победу. Кроме продвижения своих кандидатов, Кремль также старается подорвать доверие к нынешним молдавским властям. Для этого он распространяет информацию о том, что руководство Молдовы якобы хочет втянуть страну в войну и отказаться от своего нейтралитета. В частности, российский МИД в начале августа заявил, что Молдова планирует предоставить свои аэродромы для украинских F-16. В Кишиневе опровергли это. Это совершенно очевидная дешевая комбинация, когда МИД России становится министерством пропаганды, напрямую вовлеченным в попытку манипуляции общественным мнением в Республике Молдова. Когда главной целью становится Майя Санду и вся пятая колонна кричит с утра до вечера, что она ведет Молдову к войне с Россией, ведет Молдову в НАТО, ведет Молдову по украинскому пути, забирает деньги у пенсионеров для милитаризации Молдовы. Оазон Антое, депутат парламента Молдовы, в комментарии к Голосу Америки. Также 20 октября наряду с президентскими выборами в стране должен пройти референдум о евроинтеграции. Курс на нее предлагают ввести в Конституцию страны. Коммунистическая и социалистическая партия Молдовы призвали его бойкотировать, а Блок Победа призвал голосовать против. Согласно данным Международного республиканского института, 53% опрошенных готовы проголосовать за евроинтеграцию страны. Но, как утверждают эксперты, важна не столько победа, сколько высокий процент проголосовавших. Про европейский вектор побеждает в этом референдуме. Вопрос в том, с каким результатом. Потому что победить с 50 плюс пару процентов, это тоже победа. Но это победа очень неуверенная, которая даст козырь в руки пророссийской оппозиции, которая будет постоянно повторять, что примерно общество пополам расколото, а вы нас тянете в Европу. Поэтому здесь важно победить именно уверенно, чтобы это было 70 и выше. То есть, если 80, то вообще идеально. Но влиянием на политику страны Кремль не ограничивается. Москва имеет в Молдове еще и агентурную сеть. В августе 2023-го, после обвинений в шпионаже, из страны было выдворено 45 работников российского посольства. Также в июне 2024-го в Кишиневе возбудили уголовное дело против Игоря Горгона, бывшего начальника генштаба страны, который передавал российской стороне информацию о визитах иностранных политиков в Молдову и передачи вооружения Украине. Кроме того, 31 июля был задержан Ион Крянге, глава юридического департамента молдовского парламента, а также служащего пограничной службы Молдовы. Их подозревает в передаче тайной информации российскому посольству.